Всем привет, с вами Аломар и мы летим на PMDG Boeing 737. Но мне кажется, что что-то не так с моим управлением и самолёт управляется как-то неестественно. Так что давайте в этом видео разберёмся, как настроить джойстик в Microsoft Light Simulator. Для начала настройки выберите самую дефолтную Cessna 172 и загрузитесь в каком-нибудь аэропорту на полосе. После загрузки нажимаем Escape и переходим к параметрам управления. Если у вас подключены джойстики, руды, либо педали, то вы увидите их сверху, рядом со клавиатурой и мышью. Я использую VKB Gladiator NXT Ride, но использую его левой рукой. То есть я летаю на левой руке, а мышку держу в правой. Мне так удобнее. И как вы видите, к сожалению, здесь отсутствует изображение, поэтому я взял его из X-Plane и буду называть кнопки, которые представлены в X-Plane, когда буду их назначать здесь. Давайте пробежимся по интерфейсу. Слева у нас есть чувствительность, здесь мы настраиваем кривые. Далее у нас есть поиск по названию, поиск по нажатой клавише, затем поиск по клавише, если мы её почему-то не можем нажать. Фильтр «Назначенное», «Новое», «Всё» и «Важное». Из чего нам нужно только назначенное и «Всё». И в принципе здесь всё просто. Сверху, рядом с названием устройства, у нас есть его профили, которые мы можем переключать и настраивать. Снизу мы можем открыть менеджер готовых настроек. И здесь мы можем дублировать данный профиль, создать новый профиль, либо удалить всё, либо удалить данный профиль. Хочу заметить, что данные профили у меня привязаны к моему аккаунту, который Microsoft. То есть если я запущу на новом компьютере симулятор, подключу к нему устройство, то я смогу загрузить свои профили. Когда я создал новый профиль, то, как вы видите, он у меня был абсолютно пустой. Мой джойстик не поддерживается симулятором, он его просто не знает, он поддерживается. Но никакие кнопки и никакие оси у меня не были назначены. Так что, возможно, у вас будет такая же ситуация. Что ж, перейдём к базовым настройкам осей. Первым делом создайте новый профиль и назовите его как-нибудь, например, стандартный профиль, который вы будете использовать на большинстве самолётов. Тому, что у меня, как вы видели, есть для вертолётов, для АТРки и стандартный. Затем перейдите здесь в всё и откройте поверхности управления полётом. Основное управление. И здесь нам нужна именно ось элероны, ось руль направления и ось руль высоты. Очень важно, чтобы это была именно ось. Для того, чтобы назначить кнопку, открываете, начать сканирование и поворачиваете эту ось влево либо вправо. Джойстик ось Z. Всё верно, подтверждаете. Аналогичную процедуру делаете с другими осями и переходите к самолёту. В самолёте смотрите на штурвал и отклоняете все ось попеременно до упора. Влево, вправо и, соответственно, влево, вправо. Но у нас осталась ось тяги, давайте её тоже назначим. Для того, чтобы назначить тягу, нам нужно управление питанием, рут, рут, ось. Здесь опять же ось, которую мы назначаем. Вратите внимание, что сейчас у меня малый газ и ось полностью вправо. Сейчас полный газ и ось полностью влево. Изначально у меня была ось инвертирована, так же как и предыдущие оси, поэтому мне пришлось поставить галочку, чтобы заставить её работать правильно. Возвращаемся и проверяем. Малый газ, полный газ. Если по какой-то причине у вас не доходит до полного, либо до малого газа, но слайдер на джойстике доходит до этих пограничных значений, то обратитесь в конфигурацию Windows, калибровку вашего джойстика и откалибруйте его там. После того, как мы назначили основные оси, давайте разберёмся с их чувствительностью. Путём многих полётов и путём экспериментов я пришёл к выводу, что для данного джойстика мне оптимально значение минус 19-20% по осям. Тем самым я сглаживаю их изначальное отклонение, вот это базовое отклонение, оно происходит более плавно. Также реакция отвечает за то, насколько резко будут отклоняться те, либо иные управляющие поверхности после моего инпута джойстиком. Я рекомендую ставить от 70 до 90%. Для Logitech Extreme 3D Pro я использовал 30-40% на чувствительности и также реакцию 80. Но также я там ставил мёртвую зону в районе 2-5%. Это сделано для того, чтобы если у вас ось шумит и она двигается в нейтральном положении, то она не отключала автопилот. Также у нас есть ось рысканья, ось Z. Но управление педалями оно должно быть более прямолинейно, поэтому я ограничился 10% и также реакцию оставил на 80. Но когда вы уже привыкнете, полетаете, то эти настройки вам покажутся достаточно удобными. Но опять же, в зависимости от вашего джойстика требует допилки, требует доработки именно под ваш джойстик. Что касается оси root, то здесь вообще никаких изменений я не делал, оставил всё как есть. При малейшем отклонении моего джойстика, как вы видите, происходит малейшее отклонение штурвала. Но если я перевожу его до середины, и продолжаю после середины переводить, вы видите то, что отклонение уже увеличивается. Но на таких критичных значениях я его редко использую, поэтому для большинства полетов мне хватает вот этих базовых простейших отклонений в около нулевой зоне. Что ж, с управлением разобрались, давайте посмотрим на вспомогательное управление и вспомогательные поверхности. Нам нужно управление триммерами. Я назначил их на кнопку 15, она у меня имеет 4 хода, соответственно вниз, вверх, влево и вправо. Два вот этих значения очень важно назначить, вот эти не обязательные, они дополнительные. Кроме этого, очевидно нам понадобятся закрылки, поэтому переходим в поверхности вспомогательное управление, закрылки минус, закрылки плюс, выпуск на одно положение и уборку на одно положение, соответственно. Но еще не забываем про тормоза, поэтому ищем тормоз. Тормоз я назначил на курок, номер 17 на данной диаграмме, вроде бы он так называется. И кроме этого не забываем про стояночный тормоз, кнопка у меня номер 24. И обязательно переключить. Если у вас другой вид кнопки, то соответственно вы назначаете включить, выключить, но у меня переключить. То есть, что это делает? Когда у меня парковочный тормоз установлен, он отключается, когда не установлен, он ставится. Когда я нажимаю на тормоза, то просто у меня нажимаются педали. Триммер вниз, триммер вверх. Триммера и лиронов в Cessna нет, поэтому нам остается проверить закрылки. Закрылки выпускаются, закрылки убираются. В принципе это все основные кнопки, которые вам нужно назначить для полета на Cessna 172, либо таком же простом самолете. То есть, это триммер, это закрылки, это управление влево, вправо, вверх, вниз, как говорится. И соответственно не забываем про радар и тормоза. Все. Остальные все переключатели в большинстве своем я кликаю в кабине мышкой и управляю ими с помощью мышки. Но, что если у нас будет немного более комплексный самолет, в котором будет реверс, автопилот и прочие параметры. Мы загрузились на ПМДГ Боинге 737 и проверяем штурвал. Все двигается. Проверяем радар. Мы уже назначили. Руды. Работают. Тормоза. Обратите внимание, что если у вас стоит настройка реалистичных тормозов, то вам нужно нажать педали. Путем нажатия на курок 17. И затем, держа педали, нажимаем 24. Ставим парковочные тормоза, отпускаем педали. Парковочные тормоза у нас установлены. И также проверяем закрылки. Закрылки здесь тоже прекрасно работают. Но у нас появляются здесь реверс и соответственно спидбрейки. Давайте назначим управление на них. Управление полетом, вспомогательное управление, интерцепторы переключить. Эта кнопка выпускает их полностью, либо убирает. Она у меня назначена на кнопку номер 13. Кроме этого, я забыл сказать то, что закрылки у меня назначены на кнопку номер 16. У нее 4 положения, но из них я использую только 2. Ищем реверс. Открываем все. И здесь нам нужно назначить реверс тяги на рут удерживать. Я пробовал переключить, но тогда он срабатывает не очень корректно, не всегда и непонятно. Поэтому я удерживаю кнопку 23 и двигаю слайдер номер 4, для того чтобы управлять реверсом. Шасси переключить, то есть убрать, выпустить. Это у меня кнопка номер 25. Я редко ей пользуюсь, обычно пользуюсь на клавиатуре клавишей G, но на всякий случай назначил ее на кнопку 25. Все, возвращаемся к PMDG и проверяем. Нажимая кнопку номер 13, у меня выпускаются спидбрейки полностью. Нажимая, они убираются. Для того чтобы их армировать, навожу колесиком, вернее просто мышку и проворачиваю колесико на себя, спидбрейки армд. Дальше проверяю реверс, нажимая на кнопку реверса, ничего не происходит. Немного касаясь, двигаю руды вперед, у меня включается малый реверс, реверс перекладывается. Увеличиваю руды, у меня увеличивается реверс, вплоть до максимального значения. Благодаря такой комбинации вы можете использовать именно столько реверса, сколько вам нужно. Потому что не всегда в каждом аэропорту при каждой посадке используется полный реверс. Возвращаю в малый газ, отпуская кнопку и теперь я могу двигать рудами просто обычно. И давайте проверим шасси. Шасси переключить, шасси переключить. Если они выпущены, они уберутся, если они убраны, они выпустятся. Когда они убраны, то я мышкой обычно всегда беру и перетягиваю их в положение просто off. Наконец, есть еще две важные кнопки. Автомат тяги и отключение автопилота. Автомат тяги готовность называется данная кнопка, она у меня назначена на самую дальнюю кнопку номер 18, здесь ее не очень видно. На противоположном торце джойстика она находится. При нажатии на нее у меня автомат тяги либо включается, либо зачастую просто выключается. Аналогичная кнопка автопилота 11, самая такая большая красная. Отключение переключения и автопилот выключить. Я назначил на два этих пункта, потому что в разных самолетах оно срабатывает по-разному. Давайте проверим автомат тяги. выключил, вернее включил, выключил. И давайте проверим автопилот. Автопилот отключен. Сбрасываю предупреждение обычно мышкой, как вы видели всегда на видео. И все. В общем, как вы видите, ничего сложного здесь нету. В кабине я пользуюсь камерой. И у меня она назначена на кнопку 5. Хоть зачастую я и вращаю ее мышкой, тем не менее я использую такой маленький джойстик на джойстике, для того, чтобы ее поднять вверх, вниз, влево, вправо. А также еще одна у меня есть крутилка, не крутилка, а еще один джойстик на джойстике, я даже не знаю, как его назвать. Под номером... Здесь на картинке он на самом деле номер 14. Но у него также много разных положений. Я назначил одно положение. Когда я двигаю его вверх, у меня камера пользователь 0.1 загрузить и камера в кабине сброс. Обратите внимание, как оно срабатывает. Первое действие – камера пользователя 0 загрузить после отпускания. Второе действие – камера в кабине сброс после нажатия. Это очень важно настроить именно так. Для того, чтобы когда у меня куда-нибудь камера улетела, я нажимаю вот так вверх, и у меня камера сбрасывается. Потому что если так, я перемещу какую-нибудь камеру и потом опять на нее нажму, то, видите, она возвращается в предыдущее положение. Когда я делаю так, то у меня уже любая камера возвращается именно в это положение, потому что камера сбрасывает свое положение. Наверное, сложно объяснил, но просто назначьте эту кнопку именно так. Попробуйте, и вы поймете, как это работает. И давайте покажу, как работает кнопка взгляда. Там у нее на самом деле есть еще положение – влево, вверх, вправо, вверх. Но я их просто не назначал, потому что я привык. Нажимаю колесико мыши и вращаю камеру, как мне удобно. Либо зажимаю правую кнопку мыши и опять же вращаю камеру, как мне удобно. Мне просто так привычно, потому что я управляю левой рукой, напомню, а мышку держу в правой. Она у меня всегда в руке, поэтому я всегда могу кликать и параллельно управлять самолетом, как мне угодно. Но у меня еще на джостике есть два слайдера 19-20 и 21-22. Давайте посмотрим, для чего их можно использовать. В некоторых самолетах, кроме управления рудом, у нас есть управление пропеллером и управление смесью. И именно крутилки 19-20 и 21-22 можно назначить на эти действия. Это называется шаг винта. Нажимаем сканировать и начинаем крутить. И после этого подтверждаем. Соответственно шаг винта плюс это вверх, шаг винта минус это вниз, на другое действие. Затем сохраняем, применяем и смотрим как оно работает. Да, действительно работает, если мы дадим газу, так сказать, то мы можем управлять шагом винта, не касаясь этой синей рукоятки. Кроме этого, в некоторых самолетах, например, Fenix Airbus A320, либо Flybywire Airbus A320, вам нужно откалибровать руды, прежде чем вы отправитесь в полет. И в каждом самолете, в Fenix это во FMS, во Flybywire это в настройках планшета, есть пункция калибровки. Я отключаю Reverse on Access, ставлю один у меня слайдер, то есть один root и затем калибрую. Idle Trust, ставлю Gate 10 и нажимаю Set from Throttle. И аналогично делаю с Climb Trust, Flex Trust и Toga Trust. Вот так отлично. Нажимаю Save and Apply, возвращаюсь. Несмотря на это, тут нет калибровки реверса, потому что реверс здесь будет работать также как в Boeing 737, без каких-либо проблем. И соответственно вот так руды я двигаю, вот так сжимаю 23 и тоже двигаю. Все работает, все отлично, все настроено. И это в принципе все, что касается настроек джойстика в Microsoft Light Simulator. В зависимости от самого джойстика, вы можете настроить его немного по-разному, немного под себя, потому что у каждого свои предпочтения. Тем не менее, я летаю с этими настройками очень давно, именно с момента приобретения его, и меня они полностью устраивают. Тут больше зависит от ваших, так сказать, прямых рук и как вы вообще взаимодействуете с самолетом. Ну по крайней мере, я вам рекомендую научиться летать и на левой руке и на правой руке, и также для того, чтобы пользоваться мышкой и пользоваться джойстиком. Это очень полезный навык и он, поверьте мне, пригодится вам в пилотировании. Что ж, с вами был Alomar, до новых видео, пока!